Организатор группы Яна Волк держит в руках финальный вариант портрета Тараса Шевченко. Пока что он существует лишь на планшете. Художники с сегодняшнего дня штурмуют 16-этажку. Уже заказали специальные коляски, чтобы удобнее было передвигаться, и закупили 450 баллонов краски. Говорят, за три недели справятся. Сначала грунтуется поверхность, после этого делается набросок. Набросок делается ночью с помощью проектора, то есть основные контуры, чтобы отделить, скажем так, канву рисунка. А после этого заливается уже из баллонов. Краска из баллонов заливается теми цветами, которые запланированы на первоначальном эскизе. Шевченко будет самой большой в мире, а граффити, да, самое большое в Украине. Портрет Кобзаря хотели нарисовать еще на юбилей, на 200-летие. Но политические события в Украине помешали. Сейчас и время есть, и местные жители очень просили разукрасить их хмурый микрорайон. Ночью рисовали, два часа ночи. Я проснулась, мой крайний балкон. Посмотрел, думаю, что же оно такое высокое, такой кран. Светится. Или и светится. И ребята думают, боже, что случилось. Я, конечно, не подумала, что такую красоту нарисовали. Ну, да это было страшно. Тут ободрано все, некрасиво. А сейчас очень красиво сделали. Очень. Я думала, что тут цветы будут, а это Шевченко. Как только нарисуют портрет Кобзаря, харьковчане обещают пригласить экспертов из Книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекорд. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.